Добрый день! Это программа «Мнение» телеканал Беларусь 4 Гомель. Меня зовут Михаил Садовский. В ближайшие 30 минут поговорим на актуальные темы вокруг Беларуси и внутри нее. На минувшей неделе генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швет выступил перед депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по представленному на рассмотрение законопроекту, которым предусмотрена корректировка главы 492 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. Эта мера решает некоторые вопросы по продолжающемуся процессу о геноциде белорусского народа. Про этот информационный повод говорим сегодня в программе «Мнение». С нами на связи кандидат юридических наук Виктор Александрович Воробьев. Виктор Александрович, день добрый. Добрый день. Вот на ваш взгляд, насколько поправка в главу 492 существенна в нынешних реалиях? Ну, скажем так, она своевременна. То есть та работа, которая ведется Генеральной прокуратурой по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа, она подошла к логическому какому-то моменту, когда материалы найдены, материалы собраны. Ведь вначале вообще, наверное, была идея связанная с тем, что, по сути, мы будем говорить о тех же субъектах, которые совершали какие-то преступления на территории Беларуси, только мы увеличим количество их каких-то злодеяний. Но уже сейчас видно, что появляются и новые субъекты, которые раньше не привлекались к уголовной ответственности. Для того, чтобы реализовать механизм, в том числе и неотративность наказания, пришло время принимать такого рода поправки. Ну, поправка же была не одна, вот поэтому интересно ваше профессиональное мнение. Какая из поправок, либо поправки вызвали наибольший интерес? Вот на что стоит обратить внимание? Сам по себе блок этих изменений, он касается и возможности привлечения уголовной ответственности, вообще возбуждения уголовного дела в отношении лиц, которые ныне уже не живут. Да, они умерли. Но это не значит, что это будет какой-то автоматический механизм. Все-таки предусмотрена в том числе и возможность защиты данных субъектов. То есть органы должны отыскать родственников, которые живут, если это возможно, и они будут иметь возможность представлять их интересы в рамках расследования уголовного дела, в рассмотрении его в суде. Вот подскажите, упомянутая поправка, я так понимаю, что прокуратура будет иметь право разыскивать ближайших родственников умершего, но вот это же не означает то, что, например, наследники условных карателей будут отвечать за преступления своих отцов и дедов. Для чего тогда это делается? Смотрите, об ответственности точно не идет речь, я с вами согласен. В какой части? У нас есть вообще принцип уголовного процесса, это индивидуализация наказания. Личная виновная ответственность, в уголовном праве такой принцип есть, и он продублирован потом в уголовном процессе. Но здесь идет речь именно о возможности защиты. Ведь, смотрите, вся та работа, которая ведется на сегодняшний день, она связана с опросом очевидцев, с опросом тех лиц, которые, может быть, что-то слышали от непосредственных участников. Пускай они были маленькие дети, но часть из них помнит какую-то информацию, если они постарше, часть уже помнит из рассказов их родителей, тех, которых выжили после войны. Но и такие же рассказы были и в семьях, которые содействовали этой оккупации. И одно дело, когда мы говорим о их желании каком-то добровольном в этом участии, и когда их принуждали. Поэтому в любом случае, в рамках расследования любого уголовного дела, нужно выслушать две стороны. Это принципиально важно. Вот если продолжать говорить о том, что даже умершие могут понести наказание определенного рода, вот насколько эта практика уникальна в мировом, скажем так, юридическом поле? Понимаете, появление вообще идеи о том, что есть определенная категория уголовных дел, в отношении которых не применяются сроки давности по привлечению к ответственности, это вообще новшество, которое появлялось, по сути, после Великой Отечественной войны. Уже тогда стало понятно, что часть субъектов, к сожалению, смогут уйти от ответственности, сбежав и где-то прятать. Но и появилась идея, давайте все-таки будет ряд преступлений, которые против человечности, против мира, они будут без срока давности. И на сегодняшний день мы видим снова новшество, уже опять белорусское очередное. Я всегда об этом говорю, мы не боимся, мы всегда готовы на какие-то изменения, если это необходимо, пускай даже первые в истории, первые вообще в мировой практике, в том числе и правовой, если это необходимо отстоять наши законные интересы. И вот так сталось то, что на сегодняшний день у нас окружение и внутри государства, и окружение за пределами заставляет нас снова расследовать уголовное дело о геноциде белорусского народа и приводить нормы нашего права в соответствии с тем, чтобы возможно было вообще реализовать подход к привлечению таких рисков уголовной ответственности. Вот поговорили про поправку и ее уникальность. Позволю себе спросить, вот тоже про мировую практику, насколько дело о геноциде белорусского народа уникально в принципе, и такой вытекающий вопрос, да, какова реакция мирового сообщества на это дело? Поймите правильно, пока, вот на данный момент, мы снова еще не видим полного заключения, полного завершения этого уголовного дела. Я вижу, что на данном этапе мы говорим о том, что это, ну, может быть грубовато будет сказано, но внутренняя проблема. То есть самое большое нарекание, которое отмечают в том числе и те субъекты, которые непосредственно расследуют это уголовное дело, что существует определенная обида. То есть все в деревне, допустим, знали, кто участвовал в тех либоных операциях, но почему-то не в 60-х, не в 70-х годах они не понесли какой-то ответственности. Те лица, которые, скажем так, участвовали в высших эшелонах власти Третьего рейха, да, так называемого, они понесли ответственность еще раньше, еще в рамках Нюрнерского процесса, целый блок процессов, который их привлекал к ответственности. То есть на сегодняшний день мы не можем говорить о том, что отыскали какие-то сведения об участии в тех либоных мероприятиях новых лиц, которые не проживали на территории Беларуси, да, то есть до того времени, скажем так, иностранцев. Поэтому пока и мы не видим какого-то выхода и реакции вот со стороны международного сообщества. Со временем оно будет, эта реакция будет связана с тем, то что все-таки, может быть, будет поднят вопрос о каких-то репарациях дополнительных в части вот вреда, которые причинили оккупационные войска на территории Беларуси. Предлагаю обратиться к истокам, но дело нужно действительно признать, что достаточно уникальное. Но как считаете, вот почему именно в последние годы по этому направлению актуализировалась работа? Можно ли говорить о том, что это такая попытка защитить историческую память в отместку, не в отместку, а, скажем так, не дать перекроить мировое устройство, миропорядок так, как хотят наши западные оппоненты? Я всегда говорю, главная цель и задача какого-то исторического анализа, какого-то возвращения к прошлому, это не вот, а давайте мы же сейчас проведем какую-то работу, которая не была выполнена. Нет. Это всего лишь одна грань. Вторая грань, и почему она сегодня катастрофически важна, заключается в том, чтобы продемонстрировать важные принципы того, что есть определенная группа преступлений, которые, понятно, что в основном они связаны с какими-то зверствами, да, которых не применяются сроки по давности привлечения к ответственности, продемонстрировать внутри государства готовность и понимание у каждого субъекта, что если он вдруг, не дай бог, при каких-то очень-очень-очень тяжелых стечениях обстоятельств нас опять ввергнут в какой-то конфликт, что те лица, которые будут содействовать незаконному какому-то формированию и так далее, они, да, они, может быть, там умрут, они, может быть, не доживут до какого-то логического завершения, но они все равно будут привлекаться к ответственности. Это во-первых. Во-вторых, показать о том, что все-таки при любой проблеме, которая сталкивается Беларусь, все население должно быть сплоченным. Мы не признаем факт сотрудничества с какими-то иными субъектами и всегда нацелены на привлечениях к уголовной ответственности. Особенно с учетом того, что на сегодняшний день у нас есть сумасшедшие примеры, когда многие субъекты действуют не в интересах того государства, где они живут. Предлагаю еще немножко по международному праву поговорить. Ну, о будущем, скажем так. Ну, вот смотрите, мы завершаем расследование дела о геноциде беларусского народа, выносим какие-то решения. Вот с точки зрения международного права, как действовать дальше? Нужно ли обращаться в какие-то международные, например, институты? Еще раз повторюсь. На данный момент я считаю, что такой проблемы пока нет. То есть изначально мы занимаемся тем, что мы выявляем всех пособников фашизма во время Великой Отечественной войны на территории Республики Беларусь. И доводим их участие до логического завершения. Какая-то часть, повторюсь, была привлечена к ответственности ранее, какая-то часть этой ответственности избежала. Все, и здесь будет поставлена определенная точка. И поэтому и уголовный процесс меняется, чтобы вообще этот механизм до конца логически завершить. А вот уже по результатам расследования уголовного дела, если государство сочетет нужным о том, что мы имеем данные о увеличении какой-то репарации, здесь да, здесь можно говорить о том, что какие-то международные организации нам могут помогать. И я бы, наверное, все-таки начал с главного органа, который в своей бытности создавался с этой целью. И одно из, да, это ООН, для того, чтобы можно было обсудить полученную информацию и прийти к какому-то логическому выводу. И здесь будет важно, насколько именно международное сообщество, почему ООН важна, потому что это площадка для обсуждения наиболее сложных вопросов. Вопросы, связанные с тем, что были сумасшедшие преступления против человечности на территории и не только Беларуси, но и постсоветских государств, на которых велись боевые действия, надо выказать свою позицию и посмотреть на реакцию международного сообщества по этому вопросу. Виктор Александрович, ну и вот завершающий вопрос. Действительно, прецедентов геноцида в истории планеты было действительно много. Беларусы не смогли избежать этой участи. Но вот как считаете, какова уже есть, наверное, конечная цель расследования по делу о геноциде белорусского народа? Но вот когда мы сможем сказать, мы добились своих целей, мы закрываем это дело. Что должно стать конечным пунктом? Вот смотрите, был сделан шаг важный. Мы снова начали опрашивать граждан, которые были свидетелями тех либо иных преступлений. И, на мой взгляд, главная цель вот этого этапа – это чтобы они, ну скажем, не то чтобы успокоились, да, а чтобы у них успокоилась душа. Что они понимают, что убивали совершенно безосновательно их родителей, их бабушек, дедушек, каких-то близких родственников. У них болит душа за то, что до сих пор они знают о том, кто это совершил, но не понес никакого наказания. И государство должно заботиться о защите вот такой части. Когда мы говорим о сохранении исторической памяти, когда мы говорим о неотвратимости уголовной ответственности для таких субъектов, это, в принципе, и была одна из главных задач возбуждения этого уголовного дела, ну и одна из целей его конечного завершения. Виктор Александрович, огромнейшее вам спасибо за то, что в наш эфир пришли и дали возможность услышать ваше компетентное мнение. До свидания. Пожалуйста, всегда рад. До свидания. О том, как продвигается дело о геноциде белорусского народа, говорим далее. Не переключайтесь. С нами на связи заместитель прокурора Гомельского района Александр Шинкарев. Александр Михайлович, добрый день. Добрый день. Вот уже более двух лет расследуется уголовное дело о геноциде белорусского народа. Вот расскажите, каким итогом за это время удалось прийти и насколько, в принципе, продвинулись по делу? Подъем работы был проделан очень значительно. На сегодняшний день, вот за эти два с небольшим года, по территории нашего региона допрошено около трех тысяч свидетелей. Причем более полутора тысяч из них, они допрошены в статусе потерпевшего. Это несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, мы первостепенную нашу задачу видели как раз таки в допросе вот этих лиц, потому что они в силу возраста, в силу ряда заболеваний, достаточно ограничены к общению. И наши усилия первоначально были направлены на допрос вот этих лиц. По территории нашего региона эта работа нами полностью, органами прокуратуры отработана. Второе, чем мы занимались, это сожженные населенные пункты Гомельской области. Они все на сегодняшний день осмотрены прокурорами, участниками следственной группы. Причем мы дополнительно выявили 317 населенных пунктов, которые были сожжены полностью либо частично в годы войны, и запись которых в национальных архивах либо в каких-то иных архивных документах не содержалась. 69 из них разделили судьбу Хатыни, судьбу нашей деревни Алла, Светлогорского района. Работа проделана значительно, в том числе и по установлению мест принудительного содержания населения. На сегодня мы знаем, что 89 таких мест существовало в годы Великой Отечественной войны по территории области. И как раз таки 12 из них были выявлены в ходе расследования уголовного дела, о них также никаких сведений в архивных документах не содержалось. Работа достаточная, работа значительная, но еще большой пласт работы, объем информации нам предстоит проверить, следственным путем обработать. Александр Михайлович, предлагаю обратиться к корням. Как вообще в принципе возникла идея расследования по делу о геноциде белорусского народа? На ваш взгляд, чем это решение было продиктовано? Оно было продиктовано необходимостью поставить какую-то окончательную историческую правовую точку, выяснить те людские потери, прежде всего людские, затем уже материальные. И в том числе это было вызвано все-таки непрекращающимися попытками реабилитировать нацизм. Мы видим с вами о том, что с 2020 года идет с территории сопредельных государств постоянные попытки переписать историю, реабилитировать нацизм, обелить нацистых преступников, обелить их пособников. Ну а наша задача, в том числе, вот эту историческую память сохранить, но, скажем так, невозможно сохранить историческую память, не зная исторической правды. Поэтому наши усилия, как прокуроров, направлены на выяснение этой исторической правды для сохранения исторической памяти и донесения ее до грядущих поколений. Скажите, а вот как устанавливаются факты совершенных преступлений и такой вытекающий вопрос, насколько плотно сотрудники прокуратуры работают, например, с историками, архивами, волонтерами? Как раз первоначально мы с архивами и работали. Очень большой объем информации хранится в нашем Гомельском государственном архиве, Гомельском архиве общественных объединений, национальном архиве, архиве управления Комитета госбезопасности. Все эти документы нами осмотрены, нами отработаны, но и очень большой объем материала идет от наших российских коллег, нам значительные части архивных данных с территории Российской Федерации передаются, которые мы также осматриваем, мы это оцениваем, мы это сопоставляем с показаниями потерпевших, свидетелей и с иными доказательствами, которые мы добыли следственным путем. Ну, у нас нужны и люди, нам помогают какие-то поисковые объединения, нам помогают сами граждане, поступают обращения в прокуратуру Гомельской области, они в дальнейшем по территориальности пересылаются в районные прокуратуры для проверки. Очень много информации мы в том числе черпаем и от людей. Вот вытекающий вопрос из вашего ответа, вообще вот насколько, скажем так, этот источник информации полезен, я говорил про обычных людей, ну вот простой пример. Возможно, люди, которые стали свидетелями сожжения деревни, да, либо соседствовали с ней, вот насколько полезна работа в этом направлении? Эта работа очень полезна, потому что архивы – это какие-то скупые архивные данные, скупые цифры. А рассказ живого отсювица, либо человека, который знает со слов родителей, бабушек, дедушек, вот тех либо иных происходивших событий, он значительно проясняет картину преступлений, которые совершались на территории Гомельской области. Поэтому это очень полезная информация. Иногда из показаний одного человека мы черпаем какие-то и, скажем так, иные вещи, которые необходимо проверять следственным путем. Ну, простой пример по показаниям, допустим, местных жителей. Вот в городе Петриков было выявлено два места принудительного содержания граждан, где содержались дети для последующей пересылки в Германию. По показаниям ряда свидетелей мы приходим к тому, что необходимо в том либо ином месте организовывать полевые поисковые работы. То есть люди показывают, что со слов родственников, либо со слов иных людей, они знают, где уничтожали людей, где их захоранивали, где надо проводить полевые поисковые работы. Ну вот смотрите, наверняка же на старте расследования всплывало огромнейшее количество фактов о преступлениях против белорусского народа. А как вот сейчас на данном этапе дела обстоят? Всплывают ли какие-то новые факты, которые до этого не были известны? Сможете привести пример? Безусловно. Вот я вам пример как раз таки и приводил про тот же город Петриков, про те же иные районы, где всплывают эти новые факты. Новые показания новых людей, они влекут за собой и следующую цепочку, что необходимо и ехать на место, осматривать место происшествия, проводить какие-то следственные действия, проводить процессуальные действия. Наши люди, они не остаются равнодушными. Постоянно приходят, постоянно сообщают какую-то информацию. Вот в Октябрьском районе, допустим, выявлено о том, что в ходе карательной операции Бамберг было уничтожено на четыре населенных пункта больше вместе с жителями. Вот эти данные не содержались в архивных документах. Скажите, а вот для общего понимания, вот насколько масштабной была машина по уничтожению мирного населения в Республике Беларусь и такой вытекающий вопрос, вот как считаете, почему именно белорусский народ стал одной из самых массовых жертв немецких оккупантов? Белорусы, скажем так, они стали первыми на пути вот этого вот общего врага. Массовость, вернемся к истории, к плану ОСТ, 75% населения подлежало уничтожению, остальные 25% должны были превратиться просто в прислуг. И нацисты, их пособники этого плана на территории Республики Беларусь строго придерживались. Уничтожалось мирное население. Не надо было никакого повода, даже малозначительного для того, чтобы расстрелять женщин, стариков, либо детей. А вот предлагаю поговорить конкретно по Гомелю, да, например, самой известной точкой уничтожения и военнопленных, и мирного населения был ДУЛАГ-121, мы все про него знаем. Вот насколько это масштабным было место уничтожения граждан Беларуси и, ну, может быть, в Гомеле еще какие-то места были, о которых мы не знаем? Ну, мы говорим про ДУЛАГ-121, поскольку мы знаем, что это, наверное, самый крупный лагерь для военнопленных, причем на сегодня мы знаем, что там содержалось в том числе в какой-то части и гражданское население, которое заподозрили связи с партизанами. Вот он с момента существования с 10 сентября 1941 года по октябрь 1943, более 100 тысяч военнопленных там было уничтожено. Смертность в определенные дни доходила свыше тысячи человек. Но это один лишь из видов концлагеря, потому что на территории города Гомеля на самом деле существовала и гомельская пересильная тюрьба, существовало 4 еврейских гетто. Причем, если мы говорим про еврейские гетто, они были в Новобелеце, в монастырьке, на улице Быховской, на улице Новолюбинской. В каждой содержалось более тысячи граждан ПССР еврейской национальности. И если там поместили вот этих граждан в сентябре 1941 года, то к декабрю 1941 они были полностью все четыре уничтожены. Свыше четырех тысяч евреев было убито в трех местах. Это около деревни Лещенец, около машино-тракторной усадьбы, машино-тракторного парка и на девятом километре шоссе Гомель-Черни. Вот такие примеры. Подскажите, вот вы привели примеры гетто на территории города Гомеля, вот можно обратить внимание, что три из четырех ну фактически находились рядом, да? Так, может быть, сможете описать, это какие-то дополнительные построения, либо людей там в подвалах содержали, в обычных домах? Специфика гомельских гетто была в том, что они не вовлекались в хозяйственный оборот. То есть, допустим, вот на территории Варшавы было создано гетто, оно было вовлечено в хозяйственный оборот, там была своя, скажем так, и полиция своя, и своя администрация, какая-то форма торговли существовала, то в Гомеле они создавались условно лишь для того, чтобы собрать вместе граждан БСР и еврейской национальности для их уничтожения. Представляло собой барачные здания, такие на достаточно ограниченной территории, просто как место для какого-то временного содержания людей, из которого увозили потом на расстрел. Вот вы в предыдущем ответили, затронули тему того, что немецкие оккупанты уничтожали женщины, стариков и детей. Вот подскажите, хотя бы какие-то формальные поводы они для этого искали, либо же просто идет по улице, увидел человека, мог застрелить? Поводы могли быть весьма условными. То есть, нахождение в неустановленное время без документов, либо переезд из одной местности в другую без документов, либо просто, мы знаем даже по тем же архивным данным, когда в деревня Гомельского района подходили немцы, подходили полицаи, понравилось вот человеку полушубок или валенки, пытались снять, человек оказывал сопротивление, тут же расстреливали на месте. Не требовалось абсолютно ничего. Ну вот смотрите, каждый гомельчанин наверняка знает про Чонковский лес. Вот как это место было обнаружено, и знаю, что недавно же какие-то новые факты были открыты, да? Ну, на сегодня Чонковский лес нам был известен из акта чрезвычайной государственной комиссии по городу Гомель и Гомельской области. Мы знали о том, что как раз-таки вот четыре еврейских гетто были в том числе расстрелены и захоронены на девятом километре шоссе Гомель-Чернигов. Такая одна единственная строчка в архивах, более у нас никаких данных не было. Впоследствии мы уже совместно с представителями 52-го поискового батальона, совместно с лесниками нашего лесничества осуществляли поиски на местности. И, наверное, где-то через неделю методичных поисков нам удалось найти первое захоронение. И оттуда путем методичной работы, путем пробития шурфов, каких-то полевых поисковых работ, мы начали уже дальнейшее наш осмотр места происшествия Арченковскому лесу. Ну и в завершение разговора, подскажите, можно ли на данном этапе говорить о том, что белорусы все-таки, ну, фактически поименно узнают тех людей, которые совершали преступления в отношении белорусского народа? И второй вопрос, вот прошла модернизация закона, вот как она в этом поможет? Да, да, на сегодняшний день мы прилагаем максимум усилий для установления личности всех тех людей, которые расстреливали мирное население, либо подвергали каким-то иным карательным операциям. И в свое время эти сведения будут доведены до общественности. Вот как раз-таки новое изменение в законодательстве позволит нам осуществлять вот эту вот процедуру привлечения к уголовной ответственности, в том числе и такую процедуру проводить в отношении умерших лиц. Причем эта процедура, она не говорит о том, что это будет какой-то упрощенный подход, это будет обычная процедура судопроизводства с предоставлением защитников, с проведением всех необходимых судебных действий, допросом свидетелей. В обычном порядке это будет происходить. Александр Михайлович, позвольте, вот еще один вопрос в голову пришел. Вот помогает ли как-то третье государство в расследовании дела? Потому как знаю, что, например, Прибалтика, это же самое, и Польша отказывают в сотрудничестве, но вот другие страны как-то содействуют? Ну, как я упоминал, что очень большую помощь нам оказывают наши коллеги из Российской Федерации. Всяческую помощь и по допросу лиц, и по предоставлению архивных данных. И тут у нас сотрудничество и иные государства СНГ. Какой-то определенный, конечно, пакет документов пришел недавно из Германии, но сейчас он пока подлежит переводу, в дальнейшем уже о какой-то оценке. То есть пока рано говорить о каком-то полном сотрудничестве. Александр Михайлович, огромнейшее вам спасибо за уделенное время, за то, что в наш эфир пришли и дали возможность услышать ваше мнение. До свидания. До свидания. Сегодня мы услышали мнение двух экспертов и смело можем делать выводы, что процесс о геноциде белорусского народа будет доведен до своего финала в соответствии со всеми процессуальными и законодательными нормами. Спасибо, что смотрели. Это телеканал «Беларусь-4 Гомель», Михаил Садовский. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»